Всем привет дорогие друзья пару дней назад я снимал новую игру под названием русский водитель эта игра многим понравилась и я в ролике сказал что обязательно засниму продолжение так вот в этом ролике мы посмотрим абсолютно на все профессии Одна работа дается при старте не нужно ее открывать за игровую валюту это водитель по перевозке грузов а вот водитель автобуса водитель скорой помощи милиция нужно открывать за игровую валюту также думаю что завтра запишу свободный режим потому что мне дадут завтра бонусный автомобиль это деориан волгу я уже получил миссии полностью все прошли кроме четвертой миссии потому что там босса убить невозможно есть и баг кое-какой если что посмотрите предыдущий ролик когда я снимал обзор этой игры так первая работа водитель по перевозке грузов зил осмотр внешнего вида это как бы наша станция откуда будем загружать различные грузы так в салоне все понятно зил есть зил так погнали а сперва нужно завести я думаю что до конца работу не будем завершать потому что все долго здесь происходит реально очень долго просто принципы поймем и все нажимаем на сигнал шлагбаум открывается направляемся с вами дальше давайте включать поворотники типа реальная жизнь в этой игре болен короче все конец нашей реальной жизни потому что тут ехать в объезд очень долго а зачем так делать когда я могу просто тупо поехать по этой траве и сразу буду настройки и наша работа практически закончится вы все так подумали а нет мы сейчас отвозим эти дрова сюда вот потом же возвращаемся на базу опять загружаем груз и опять отвозим на другое место и так нужно повторить и где-то раза 4 5 если я не ошибаюсь поэтому думаю что давайте приступим к обзору другой работы так шестеренка выход в меню профессии водитель автобуса эти работы пока что не такие уж и крутые самые интересные это водитель скорой помощи и милиция езжайте к остановке так пазик осматриваем в салоне так дом моего испугался чё за херня думаю это кажется на наша горло наш рот который идет по почеводной почки вниз вот видали все показывается так это все понятно так пазик в а в вокзал болен круто все выглядит реальная русская атмосфера мне это очень сильно нравится так здесь я думаю что можно уже играть по рп типа поворотники включать езжаем на остановочку то все идеально у нас и тут у нас чекпоинт где нужно остановиться и подождать 5 секунд так останавливаемся добрый день ждем 5 секунд давайте посмотрим если они чё-то такое короче сидят кстати я же могу выйти и посмотреть все ли на месте да все на месте теперь я думаю что можно двигаться с вами дальше так ждем 5 секунд блин они уже прошли мне кажется да так отъезжаем вперед а все стрелка у нас появилась куда нужно доставить этих людей погнали 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 так опять без поворотников без ничего я забываю ребята использовать rps ситуацию пока что я чисто сосредоточен на той теме чтобы показать вам эти все профессии а не просто типа rp ситуация в игре русский водитель если хотите может быть и засниму просто у меня еще rp ситуация для лос-анджелес скрэмус онлайн осталось я еще там немножечко думаю поэтому пока рано-рано все вот остановочка останавливаемся ждем 5 секунд они сейчас выйдут потом едем опять на другую остановку забираем людей и опять увозим в другое место в общем такая вот работа двигаемся дальше выход в меню профессии самое интересное начинается водитель скорой помощи тут чисто всегда ночь абсолютно каждый раз когда ты выбираешь эту профессию всегда будет ночь вот такая вот газелька кстати скин на моего персонажа выглядит вот так вот есть помощница вон она рядом сидит так садимся мигалки все работает и самое такое интересное что рация тоже работает и там русские голоса вы хотите послушать вы послушайте сейчас я заведу и буду ехать и вы будете это слушать смотрите сейчас я думаю что многие услышали что там говорят допустим я разобрал слова типа скорая 03 прием ну конечно я не скажу прием потому что это просто в игре они так говорят в общем атмосфера скорой помощи тут идеально сейчас мы еще и на милицию посмотрим так вид от первого лица тоже очень круто вот посмотрите все работает да вот эта приборка руки крутится руль крутится рядом сидит помощница едем ребята на вызов я еду без сирены но с мигалками так выключаем включаем все теперь на сирены и мигалка вы не слышите потому что звука нету так где же у нас больной сейчас мы его реально загрузим в салон наши газели он прям будет лежать там это заправка и омой я врезался но ничего страшного газу вперед вперед капец она медленная газелька реально медленно по сравнению даже с пазиком вроде пазик быстрее тут у нас чё это трехэтажка да или неважно заезжаем отвезите больного в больницу и как вы можете наблюдать этот больной больной реально лежит в салоне только там нету ничего о нифига си как у а есть есть они вам просто руки получил положил на да я него не вижу я вижу его только ноги а если так приглядеться то можно по-другому пофантазировать ладно-ладно едем так это знакомое место я вроде вот так вот ехал до севы потом на разборки вот жизнь меняется да вчера я был криминалистом а точнее занимался криминалом ездил на разборки со своим другом севы а сейчас помощник скорой помощи а точнее вводила нет ни 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 пожалуйста неужели это это конец ребята я ка это конец я конечно могу нажать на рестарт но я так понимаю что произойдет а весь рестарт этого уровня и чё теперь делать но я думаю смысл тоже понятен здесь нами у юма я все заново короче а вы кстати знали что на карте на карте есть у нас режим а гонка и там еще что-то я забыл надо это обязательно с вами сейчас а чуть попозже посмотреть я забыл там что-то еще есть так гонка еще что-то но она пока что у нас профессия обязательно в конце посмотрим если что потом будет отдельный ролик милиция догнать нарушителя шестерочка милиция дпс в общем все как как надо скин полицейского тоже присутствует так мигалки тоже все работает и конечно же рация к вашему вниманию добавляя звук чтобы вы послушали эти звуковые голоса русских дпс ников ну Так, ребята, всем было слышно. Прием, прием, все идеально работает. Но дело в том, что я нашел нарушителя. И он, походу, застрял. Он застрял. Как бы мне бы не застрять. Также, если что, к вашему вниманию, есть повреждения на автомобиле. Просто многие не замечали это, но они есть. Так, смотрите, нарушитель. Как все происходит? Просто подъезжаем. Здесь у нас появляется кнопочка внимания. Потом нажимаем на желтую кнопочку задержать. И как бы все. Следующее задание, опять же, догнать нарушителя. Это тоже все понятно. Так, сейчас повреждения посмотрим. О, видали? Все работает идеально. Салон на звуковые эффекты, сирены, рацию. Это уже тоже все посмотрели. Также людей сбивать нельзя. Они какие-то терминаторы. Просто искры идут. Кстати, в нашей игре симулятор пацана тоже самое. Везде искры идут, когда ты выходишь из автомобиля. Это тоже все понятно. Так, гоним последний нарушитель. Сейчас его поймаем. И потом посмотрим на всю карту. И завершим наш ролик по этой игре. Русский водитель профессии. Так, разворачиваемся сюда. Поворачиваем. Так, так, так. Остановись. Виу, виу, виу. Блин, внимание. Так, то он застрял. Они немножечко здесь тупые. Но все же есть такие боты, которые реально будут угонять. А сейчас я наблюдаю только то, что они просто врезаются и не знают, куда ехать. В общем, интеллект еще нулевой. Но думаю, что разработчики сделают как надо. И все будет четко, что их потом вообще догнать будет невозможно. Так, выходим в главное меню. Свободный режим. У нас есть автомобиль. А я же могу... А я могу взять аренду этого кабана. И посмотрим на карту. Так, заводим. Кабан, кабан. Ой-ой-ой-ой. Бэха и кабан здесь тоже очень четкий. Так, автомастерская. Да, я вспомнил, ребята. Автомастерская есть у нас и гонки. Гонки... Чё, поехали, посмотрим? Или чё? Автомастерская это не тюнинг автомобиля. Если вы думали, что это тюнинг. Нет, там вы можете, получается, чё сделать? Подвеска, колеса, выгибы, изгибы, если я не ошибаюсь. Ну, такое вот. Основные настройки чисто по автомобилю, а не внешний вид. Но хотелось бы, конечно, видеть в этой игре, например, тюнинг салон. Было бы очень круто. Приехал, затюнинговал и поехал дальше. Так, сейчас еду на гонку. Там у нас получается один автомобиль. Подъезжаем с ним, договариваемся и начинаем гонять. Вот, видали это место? Я сразу, когда снимал обзор, этого не увидел. Только вчера заметил. Вот гонка. Нажимаем сюда, нажимаем принять. И всё, гонка начинается. Я на кабане, он на семёрке. Всё, поехали. Обязательное условие. Вы должны всегда наезжать на эту жёлтую отметку. Это чекпоинт. Потому что, чтобы она засчитывалась. Да, они... Ой, ё-моё. Короче, я не зацепил её. Разворачиваться не буду. Всё-таки это конец. А также, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И напишите... Ой, ё-моё. Подпишитесь на канал. Напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. На этом всё. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok